Всем привет! Меня зовут Олег Шестаков, я основатель и генеральный директор агентства Rush Agency. И сегодня вместе с Travelpayouts мы запускаем новое трафик-шоу SEO-прожарка. Погнали! Всем привет! Мы начинаем новый формат SEO-прожарка. Первый, кто мне попался, это Travelpayout, потому что они дали метрику. Возраст домена 6 лет. Страниц в индексе Яндекса 16 тысяч. Страниц в индексе Google 19 тысяч. Трафик из поиска 83 тысячи в месяц. Что сделали хорошо? Начали писать инфостатьи и лонгриды, которые залетают в топ. Это прикольно. Хорошее техническое состояние сайта. Нету болезней большинства сайтов, которые просто запускаются на WordPress и что-то там делают. Вот. И у вас очень мощный будет type-in трафик, поэтому любые статьи, даже про любые тематики, которые вы будете выкладывать, они будут залетать в топ. Вот это целый type-in трафик в Яндекс. Если у вас мощный бренд, то вы можете статью про любую тематику выкладывать, она будет заходить в топ, даже если она не тематичная. Вот у Travelpayout красавчики. У них влетают в топ-страницы. Но это не потому, что у вас дико крутой контент, а потому что вы Travelpayout. А чтобы сделать так, как Travelpayout, вам нужно писать дико крутой контент. А если вы будете писать дико крутой контент, то у вас все будет еще лучше. Контент окей, но есть над чем работать. Точки роста. Почему у вас нет FBK, я не знаю о Travelpayout, но это просто ужасно смотрится в браузере. В Google Chrome он не рендерится. Зеленый квадрат, наверное, да? Да, но в браузере Chrome он не рендерится. Что-то у вас там нет. У меня вообще не отображается какой-то в браузере. Просто планета дефолтная. И ну как бы это ужасно для поведения пользователя. Не знаю, может вы там ссылка бита или что-то еще. Ну просто поправьте его, пожалуйста. У вас есть там косяки с историей сайта, которая раньше была, там мобильные поддомены и прочее, я покажу. Это надо почистить, что это не очень хорошо и теряете где-то трафик. Есть неправильно оптимизированные страницы, там все, что то ли ошибся, то ли забил. И надо сделать гайдлайн для редакции. И вообще вот этот совет, как для Travelpayout, гайдлайн для редакции с точки зрения SEO, он должен быть. Например, мы в Rush Agency что делаем? У нас есть своя система, которая принимает работу копирайтеров. Мы размещаем задания, мы не идем на биржу, у нас пул своих людей есть, которые парт-тайм работают. И у нас есть текстовый анализатор в наших сервисах, он публичный, в Rush Analytics можете зайти. Мы берем оттуда файл, вгружаем его в нашу внутреннюю биржу, описываем дополнительные параметры FTZ, которые нам нужны. Когда копирайтер пишет, он не может сдать текст, пока он не будет соответствовать. Количество заголовков, структуре текста, количество вхождений, количество вводы, сложность текста. Но сейчас вот вводу и сложность мы не считаем, потому что копирайтеры, которые для нас долго пишут, В принципе, это тоже можно оценивать автоматом с помощью, например, эритмической монотонности текста, либо индекса туманности ганинга, например. Но это слишком заморочено. Для тревел-статей не обязательно. Техническая оптимизация. Даже у вас в веб-мастере висит у тревел-белки, что есть проблемы с этими поддоменами. Я посмотрел, там на них несколько страниц, просто надо с ними что-то сделать. Либо их оставить, либо закрыть от поиска. Ну, вы пытались их закрыть от поиска, но получилось это вот так. Что? Дизелолл слэш, элолл, просто слэш. Ну, либо откройте, либо закройте. Я просто пытался вечером разобрать робот, думаю, что? What the f*** is this? Окей, ну, типа, решите с поддоменами проблему, тогда будет все нормально. И есть редиректы. Они, как бы, нормальные, ну, логично, понятные, почему они были созданы. Ну, просто уберите это. У вас где-то еще ссылки на HTP, когда вы переезжали, остались. Просто это тратит краулинговый бюджет, то есть робот меньше страниц может обойти, и ссылочный вес просто, ну, через редирект проходит. Это не очень. Их не так много, спарсите просто скриминг-фрогом и поменяйте. То есть, в целом, техническое состояние прям норм. Вот эти косячки надо убрать. Доптимизация статей. У вас в некоторых статьях не используется H2. Кто пишет много контента под тревел, имейте в виду, когда вы разбиваете статью с помощью заголовков H2, не нужно спамить прям ключами в H2, потому что это потенциально рисковая зона. Поисковые системы знают, что вы будете туда спамить, трекают это, и если вы будете безбожно пихать туда ключи, то это ничего хорошего из этого не выйдет. Но просто не использовать H2, потому что, ну, нам впадлу, короче, ну, это не очень. Используйте заголовки второго уровня. Вы можете просто допилить в статьи, все будет ок. Придите завтра, сделайте себе HTML-карту сайта. Это просто сделайте ссылку, где будут вывалены ссылки на все страницы вашего сайта. Я даже на морде просто сайта как-то вывалил 10 тысяч страниц, когда мы вывалили 11 тысяч страниц, 11 тысяч ссылок просто на статьи, на главной. Ну, потом уже главную забанили. Но я вам не рекомендую из главной это делать, поэтому делайте HTML-карту сайта, все страницы сайта туда выкладывайте, главное, чтобы она не была там больше, там, N мегабайт. Посмотрите требования поисковых систем к размеру страниц, там, по-моему, 10 мегабайт. Но я не думаю, что какой-то такой огромный сайт, что ссылки будут 10 мегабайт весить на странице. Сделайте HTML-карту сайта. У всех косяк, что у всех есть какой-то замечательный крутой блог, все пытаются с морды продать билеты и прочее, а ссылочного веса на блог и на статьи не идет. И поэтому трафика нет. Сделайте карт-сайт, наконец. Вот, вам можно дотащить запросы до топа. Я посмотрел в веб-мастере, какие запросы стоят, и что можно еще вверх подвинуть. Я, правда, не знаю, почему вы стоите в топ-5 по запросу оргии. Это оргии, да, слово подчеркну. Я не знаю, почему там, что у вас там за контент. Какие оргии проходят на Full Moon Party, да? Кстати, я забыл посмотреть страницу, надо глянуть. Я просто угорел, когда это увидел. Думал, всем понравится, поэтому... А вот Сейшельские острова можно было бы вывести, чтобы оргии убрать, потому что отдал фильтр. Это когда вы либо по порным запросам ранжируетесь, либо по всем остальным. Поэтому с этим аккуратно надо. И сделайте гайдлайны, ну, ко всем относятся, что как подбирать семантику, должно быть четкое правило, что я нашел в сайтах участников очень много крутых, крутых качественных статей, но они нафиг никому не нужны. Только вам. Потому что никто их не ищет. А денег и трудов сколько потрачено на менеджмент, на редакцию, на подбор контента. Обязательно учитывайте сезон. Я рассказывал, что всегда пишите статью, чтобы она была выложена уже на продакшн за 6 месяцев до пика сезона, чтобы, во-первых, она вышла в топ, если не вышла, чтобы было время доработать. У редакции должен быть гайдлайны, как писать title, H1, H2, description, потому что половина редакции что делает? Title H1 одно и то же. Погнали, запиливаем. Опять же, проанализируйте структуру статей конкурентов, вот, и добавляйте страницы на переобход в Яндексе для TravelBelki. Если вы будете это делать, 5 раз за год вырастите, там трафик есть. Ну, я не знаю, что надо TravelBelki сделать, чтобы не вырастить 5 раз. Чтобы прокачать ваши страницы в топе Яндекса и Гугла, вам нужно иметь максимальное количество разнообразного контента на странице. И один из вариантов – это качать страницу с помощью UGC-контента, а именно комментов. Для того, чтобы получить максимально комментов от пользователей, вам нужно максимально упростить форму оставления комментариев. Далее вы идете на сервис Qcomment и заказываете комменты к своей статье. После того, как вы получили комменты, заказывайте ответы на эти комменты и сами вырываетесь в комментарии как автор. Это даст примерно 20-30-40 комментариев в каждой вашей статье и неминуемо повысит страницы в топе Яндекса и Гугла. Надеюсь, вам понравился первый выпуск про жарки. Нам очень важно ваше мнение, оставьте его в комментах, потому что формат новый и нам важно, как его развивать. Прожимайте царский лайкосик, пишите мнение в комментариях, трогайте колокольчик и оставайтесь с нами. И момент еще про Яндекс.Кью. Это же бывшие Яндекс.Кью. Это же бывшие Яндекс.Знатоки. Соответственно, бывшие TheQuestion. Потом они стали знатоками, а теперь они стали Q. И вот Александр Борцов, они, по-моему, два года назад уже эту тему заюзали в тревел-тематике. Ну, допустим, я случайным образом вбил в TheQuestion, где купить дешевые билеты, дешевые туры. Смотрю, Александр Борцов уже там все прокомментировали. Да, но я тоже прокомментировал, сказал, что у нас дешевле, чем у них. Я бы, знаешь, не сделал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова